Вы смотрите новое Нижегородское телевидение в прямом эфире интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко и Илья Приходько. Здравствуйте. Чемпионат мира по футболу в Нижнем Новгороде, да и в целом по стране, уже подходит к своему логическому завершению. Ну а на память всем Нижегородцам остаётся станция метро «Стрелка». Очень хочется, чтобы это оставалось не просто на память, но и имело ещё дальнейшее развитие. Так куда же нужно вести Нижегородское метро, об этом говорим сегодня. День за днём мы начинаем. Когда начинаешь говорить о Нижегородской подземке, то одна из первых мыслей, которая, наверное, приходит в голову, это «хочется большего». На самом деле. Ну хотя у нас и так вроде бы всё не так уж и плохо, если подумать. Ну у меня, наверное, другая мысль. Хочется скоростей, хочется, чтобы ты приходил и не 15 минут в ожидании следующего поезда проводил свою жизнь, а чтобы поезд приходил вот как сейчас, во время чемпионата мира. Три минуты, и ты поехал дальше. Это, конечно, было бы хорошо, но чемпионату мира по футболу нужно ещё сказать спасибо за станцию метро «Стрелка». Теперь схема Нижегородского метрополитена выглядит чуть повеселее. У нас две полноценные ветки, которые ведут наконец-то в разные стороны. Это вот автозаводская ветка, на московской станции пересекаемся с Ормовской веткой. Ну сейчас вот так, по состоянию на сегодняшний день. Чуть позже мы увидим, каким метро запланировали, да? В своё время, да. Умные головы до 2025 года. Наверное, это не сбудется. Но всё-таки интересно, каким будет будущее у Нижегородского метрополитена? Я думаю, что всё сбудется, и ты очень скептически смотришь на развитие нашей подземки. Об этом будем говорить сегодня в прямом эфире ННТВ. Ну а пока что мы начинаем, как обычно, с времени новостей. И появляется наш коллега Пётр Бушуев. Он сегодня в таких бирюзовых тонах, как я понимаю. Петя, привет. Здравствуйте, друзья. Чем обусловлена твоя цветовая гамма, Сидор? Да, в общем-то, она всегда обусловлена одним, моим хорошим настроением. Мне кажется, его любимая станция метро — это Заречная. Потому что в таких же цветах? Пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Я расскажу о самых интересных событиях к этому часу. Это время новостей. Итак, сегодня понедельник, 9 июля. Сегодня на ремонт частично перекрыли Мазинский мост. Утром, по данным портала Яндекс.Пробки, заторы в Нижнем Новгороде оценивались в 10 баллов. Со стороны Новикого Прибоя мост был перекрыт машинами ДПС. В основном пробки образовались на подъездах к мосту, а также на прилегающих к ним улицах и проспектах. Подробнее об этом и других событиях к этому часу наши корреспонденты. Приветствую студию ННТВ. Сейчас нахожусь в нижней части города, на подъезде к Мазинскому мосту, со стороны улиц Новикого Прибоя и Роя Попова. Как вы видите, за моей спиной сейчас там собрались многокилометровые пробки. Движение транспорта ограничено до 5 км в час, как общественного, так и личного. Были слухи о том, что одну полосу оставят для общественного транспорта, но они не подтвердились. Как мы видим сейчас, весь транспорт, в том числе и большегруз, которым запрещено ездить по Мазинскому мосту сейчас, он направляется и в верхнюю, и в нижнюю части города. Этим недовольны как водители, так и пешеходы, и те, кто на общественном транспорте, хотят передвигаться по городу. Все видно. Очень плохо. Всегда не вовремя. Неудобно. Народ опаздывает. Вот мы сейчас в поликлинике идем, и врачи опаздывали. Многокилометровые пробки собраны на этом участке дороги. По данным некоторых кварталов, она оценивается в 4 балла. Напомним, что ремонт Мазинского моста начался именно с сегодняшнего дня, и продлится он до 3 ноября включительно. Как мы знаем, что 4 полосы из 6 закрыты на плановый ремонт, 2, одна в верхнюю часть, одна в нижнюю часть, остались для общественного и личного транспорта. Как будет развиваться событие, мы расскажем в наших следующих выпусках в 17.30 и в 19.30. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Россия прекрасно справляется с организацией чемпионата мира. Такое заявление сделал советник-посланник чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Поль Бертран Борец. В Нижегородском Кремле состоялась пресс-конференция французской делегации по итогам визита в Нижний Новгород. Господин Борец отметил, что получил массу положительных эмоций от посещения четвертьфинального матча Уругвай-Франция. Сейчас он работает над подготовкой визита президента Франции Эммануэля Макрона. Напомним, французский лидер планирует приехать на полуфинальный матч Франция-Бельгия. Участники пресс-конференции также рассказали о впечатлениях от Нижнего Новгорода и о пользе проведения чемпионата мира в России. Я надеюсь, что проведение чемпионата мира поможет изменить отношение к России со стороны иностранных гостей. Такие турниры для страны-организатора – это не только футбол. Я уверен, что после этого чемпионата предрассудков о России станет меньше. Чемпионат мира преобразил Нижний Новгород. Я здесь живу уже четыре месяца, и все это происходит на моих глазах. Я могу сказать, что изменения эти положительные. Мы будем жить здесь до конца чемпионата мира и будем веселиться вне зависимости от результатов уступления сборной Франции. В селе Жайск Варческого района чествует 20 пар юбиляров семейной жизни и вручают медали за любовь и верность. Награду достаиваются супруги, которые прожили в браке более 25 лет и доказали крепость семейных уз. Праздник стал традиционным, его отмечают уже девятый год подряд. Место было выбрано не случайно. По преданию, именно здесь Петр и Феврония останавливались во время изгнания. В этот день поздравляют и молодоженов, которые поженили в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Непогода не смогла испортить настроение. Чествуем их, так как это очень сильная семья была. Семья, верность, любовь – это самые главные, самые важные чувства. Это очень замечательный праздник, и нам очень нравится здесь. Переключаешь и поедет в Куилю. В Нембу идем прямо. На печу поделась. Я с вами поплыли. Поплыли. Алексей, го Спр itt плохой, cleanse. Тут появилась некая вещь. Дмитрий. Как newer эмо toddlerweightência? Под thrived a correction. Кол Piece of the Park покупок, ел, ага Blue Spectcomings. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня будет проходить в Нижнем Новгороде. В 14.00 руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов на пресс-конференции познакомит журналистов со страницами истории нижегородского футбола. В 16.00 в усадьбе Рукавишникова состоится ежегодный бал юбиляра. Он приурочен к празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности. На этом пока все о развитии событий в наших следующих выпусках. Увидимся через час, а итоги недели подведем в 19.30. Оксана, Илья. Спасибо. Это Квятер Бушуев. В наш студию он вернется через час со своим бирюзовым новостным настроением. Спасибо. Мы продолжаем тему нашего сегодняшнего эфира. Говорим о судьбах Нижегородского метро. Вот знаешь, сегодня все говорят о том, что Мызинскую переправу закрыли на ремонт, и теперь там 10-бальные пробки, люди двигаются со скоростью 5 км в час. А я вспоминаю, что руководство Нижегородского метрополитена по итогам 2016 года рапортовало. Есть прибыль, есть деньги. Вот по итогам 2018 тоже, наверное, будет чем похвалиться. Ты сейчас говоришь о том, что поможет этому ситуации с Мызинским мостом или все-таки чемпионат мира по футболу? Я именно про мосты говорю. А, ну тогда все понятно. Потому что в 2016-м ремонтировали Малитовскую переправу. А, вот оно что. Мы сегодня попытаемся вот что сделать. Друзья, руководство Нижегородской области в лице главы Глеба Никитина пообещало нам широкую общественную дискуссию в том числе и относительно того, куда развивать Нижегородское метро. Два основных популярных направления сейчас. Это Сормово, раз, и это Нагорная часть Приволжской столицы. На самом деле, мне кажется, это очень правильно, когда у самих нижегородцев спросят, а вы куда хотите ехать вот по этой ветке метрополитена? Все-таки верхняя часть города или развиваем Сормово? Потому что жители должны решать сами. Поэтому вопрос сегодня к нашим телезрителям. Куда копать? В верхнюю часть города или в сторону Сормово? Да, 434-3477, телефон прямого эфира. Это первый способ коммуникации с нами, но есть еще и следующий. Заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Называется она «День за днем». Там размещено интерактивное голосование. Мы задались одним простым вопросом, как уже и озвучили. Куда надо строить метро? И варианты следующие предлагаем. Мы их даже несколько конкретизировали. В верхней части города станции метрооперный театр и Синная. Вдруг вы считаете, что именно это перспективное, более необходимое направление для нашей подземки? Тогда голосуйте за этот вариант. Буквально вот такое заявление прозвучало две недели назад, да, из областного правительства, когда говорили, что будут строить именно в этом направлении. Но там маленькое уточнение. Там есть проекты, но будут ли строить туда, это еще большой вопрос. Вариант второй для голосования – это направление Сормовское. Конечно же, Сормово нужно вывозить. Это центр Сормово, это станции Варя. Там очень большой жилой массив. Ну и, конечно же, центр Сормово, может быть, надо довести до конца эту ветку. И следующий вариант, такой с легкой нотой протеста, я бы так сказал, надо развивать другие виды общественного транспорта. Ну сколько можно говорить о метро? Это долго, дорого и еще вопрос, на самом деле, насколько это эффективно. А столько всего есть на земле. Автобусы, маршрутная сеть, трамваи, троллейбусы. Может быть, стоит обратить внимание именно на это направление общественного транспорта? Призываем вас голосовать, писать комментарии, конечно же, звонить в прямой эфир. Ну а прямо сейчас предлагаем вам посмотреть видеоматериал. Вот что из себя сегодня представляет Нижегородский метрополитен и как открывали последнюю на этот момент станцию метро «Стрелка». Давайте посмотрим. Сегодня Нижний Новгород уже невозможно представить без метрополитена. И хотя только один удаленный от центра район автозаводский, полностью обеспеченный подземкой, стратегическую функцию метро выполняет. Оно обеспечивает скоростную транспортную связь с заречной и нагорной частей областного центра. 12 июня, в День России, День Города, первые лица региона торжественно открыли станцию метро «Стрелка». В первое рабочее утро здесь немноголюдно. Но представители метрополитена говорят, это только начало. В 5.15 мы станцию открыли в штатном режиме. Проблем нет, все работает, люди довольны. Первые пассажиры у нас уже ходят. Всем пока все нравится. Самым большим подарком «Стрелка» стала для жителей микрорайона Мещерское озеро. Десятки тысяч людей теперь могут без проблем добираться в разные концы города. Некоторые автолюбители посчитали, что добираться до центра Нижнего куда удобнее на метро, нежели на собственном авто. Я езжу на автомобиле, я думаю, что подумываю о том, чтобы пересесть на общественный транспорт, потому что в любое время года пробки и не пробки очень хорошая доступность на горную часть. Мы как раз на автозаводе живем. Нам очень удобно. Нам получается там конечная станция и здесь конечная станция, если едем сюда на стадион, допустим. И всего полчаса доехать максимум. Очень нуждается в метро Сормово. Да и в Нагорной части ветку надо тянуть дальше, хотя бы до Сенной. Однако даже примерные сроки решения этих вопросов вряд ли кто назовет. Да везде надо. И в верхнюю часть города надо, и в Сормово. Может быть, кому-то и на Бор были, кстати, и такие футуристичные планы по развитию Нижегородского хозяйства. И это ли несчастье, когда жители Нижнего Новгорода сами говорят, что общественный транспорт работает хорошо, и они от этого счастливы. И готовы отказаться от личного автомобиля в пользу общественного. Знаешь, все только говорят, не видел ни одного человека, который бы оставил свой автомобиль с пуском каждой новой станции метро. Ну а сейчас настало время узнать, кто же нам сегодня составит компанию в обсуждении этой злободневной темы в прямом эфире. Олег Яушев, директор муниципального предприятия Нижегородское метро. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Проходите, присаживайтесь. Добрый день. Рад вас приветствовать. Присаживайтесь. Будем общаться с вами в течение часа. Стрелка уже практически месяц отработала в полном режиме. Довольны результатами работы? Ну, наверное, довольны надо говорить не мне, а пассажирам в первую очередь, а нижегородцам. Ну, хотелось бы сказать, что то, что мы планировали, что пассажиропоток примерно увеличится на 15-20%, мы где-то примерно к этому пришли. Я всегда говорю, что у Натроплитена есть свой пассажир. Он складывается, и он ему никогда не изменяет. Вот, сейчас мы, я так понимаю, поимели еще достаточно, значит, определенное количество пассажиров, которые к нам пришли. Утренний, утренний вечерний выход по нашим счетчикам дается около где-то 13-14 тысяч ежедневно сейчас пользуются стрелкой. Это я не говорю матчевые дни, однозначно. Не считаете, да? Нет, конечно, они не показательны, потому что это у нас пока с вами временный период. Будет стадион работать, может быть, так будет всегда. А пока, при том, что где-то возим мы в среднем 110-120 тысяч в день, то есть 13-14 тысяч, это порядка как раз получается 13-14 процентов тот дополнительный пассажиропоток, который появился за счет станции «Стрелка». С графиком движения поездов это тоже временный период? Мы, к сожалению, вернемся к тому графику, который был до этого? Задача ставилась однозначно и нами, и администрации города о том, что по окончании чемпионата мира мы, безусловно, трехминутного или двухминутного интервала, он в общем-то не нужен, и эта практика показывает. Но мы переходим на нормальный четырехминутный интервал по линии автозаводская, которая считается у нас парк культуры Горьковская, и по Сомовской-Мещерской на 6 минут. Это я пиковое время называю, то есть то время, когда пассажиры пользуются, это утро и вечер. Безусловно, днем он будет чуть побольше. А выходные скажите сразу? В выходные у нас есть режим выходного дня, мы его вводим в отдельном приказе. Это такой лайтовый вариант. Да, такой легкий вариант, вальяжный. Но пассажиропоток, я скажу так, в выходной день где-то процентов 35-40 составляет, вот обычного иногда, а летом, естественно, даже меньше. А как вот действительно меряют, стоят люди на входе или просто по количеству транзакций через турникеты? Безусловно, у нас каждый турникет оборудован счетчиком на вход. И независимо от того, идет ли человек по жетону, идет ли он, прикладывая бесконтактную карту, или сейчас телефон прикладывают, ну, многие другие, так сказать, вещи считается полностью все. А станция «Стрелка», она уже оборудована и на выход. То есть мы теперь четко знаем, сколько зашло, сколько вышло в течение нашего рабочего дня, пока мы возим пассажиров. Самая проходная станция сейчас какая? Ну, самая проходная была и остается Московская, безусловно, тем более, что теперь она у нас еще и пересадочная. Вот, за ней следом идет Горьковская, значит, по-моему, и Заречная. Ну, и «Стрелка» уже начинает к ним потихоньку приближаться. Такая тройка лидеров. Олег Анатольевич, мы приготовили вам Блиц-опрос, это пять коротких вопросов и предельно честные ответы от вас. Готовы? Давай, попробуем. Для вас общественный транспорт или личный автомобиль? Предельно честный ответ? Да. 50 на 50, в зависимости от того, каким общественным транспортом пользуются. Если нужно доехать на метро, я предпочитаю метро. Вы к нам на метро приехали сегодня? Нет, к вам я приехал на машине пока, потому что не сильно удобно. Вы находитесь не в том месте, где есть рядом станция. Ваше личное мнение, нижнему метро не по карману? Оно не только нижнему не по карману. Давайте будем говорить так, что метрополитен, это в основном, безусловно, как минимум 60% даже по «Стрелке», это федеральный бюджет. По Горьковскому это было даже больше. И здесь, безусловно, нужна помощь федерального бюджета. Понятно, что областное правительство, ну и какая-то часть муниципального. Зачем будущее? Что выберете вы? Жетон, билет или пластиковая карта? Ну, на сегодняшний момент все имеет место быть, и жетоны, и пластиковая карта, и билет. Значит, я думаю, что будущее, в общем-то, за картой, опять же за телефоном, за браслетом, который уже употребляет московский метрополитен. И, наверное, за неким чеком с так называемым QR-кодом. То есть от жетонов все равно когда-то мы, наверное, выйдем. Ну, когда-то, потихонечку, да. Я не говорю, что это будет сегодняшний день или, там, 19-й год. Но к этому идет, это удобство. Скупаем жетоны, запасаемся, пусть будет в качестве субъекта. Ну, для музея. Олег Анатольевич, понятно, что это ваши любимые вообще детище, Нижегородский метрополитен. А есть все-таки любимая станция метро в Нижнем Новгороде? Ну, я бы, наверное, сейчас сказал бы Стрелка. Сейчас Стрелка? Не стесняюсь, да. А ведь когда-то говорили Горьковская. Когда-то говорили Горьковская. И, наверное, не потому, что эти станции приходят, и вот она становится любимой, как маленький ребенок, да, что ее надо вырастить. Дело в том, что Стрелка, она и спроектирована красиво. Вы же сами видели, да. И станция яркая, светлая и производит впечатление. Я за этот почти месяц, там, примерно пару-тройку раз уже водил гостей из Москвы, из Питера. Просто проходили, смотрели, у людей вызывает восторг. Поэтому, а может, еще и то, что я искал, потому что она все-таки как маленький ребенок, ее еще надо вырастить, надо поставить. И, безусловно, там, как всегда, с организацией есть какие-то вопросы. С тем, чтобы она работала четко. Коллектив у нас частично набран туда новый, он тоже требует особого внимания, то есть на службу движения очень сильно этим занимается. Ну и так далее. Поэтому, видимо, сейчас Стрелка, потому что на ней приходится очень часто бывать. А удастся поддерживать ее в том состоянии, в каком она есть сейчас? Потому что по другим станциям мы наблюдаем, что где-то не везде лампочки горят, а где-то уже немножко не то. Где-то эскалаторы выключают, да-да-да, бывает и такое. Я даже не знаю, что вперед вам ответить. Она будет светиться так же. По тому, что лампочки не горят, тут вариант в том, что мы лампочки не можем днем менять. Мы обязательно стараемся ночью их поменять. Таков стиль работы метрополитена, это ночные работы. Я думаю, что она будет. Во всяком случае, мы, принимая ключ от строителей, я сказал, что мы постараемся поддержать на должном уровне все. По вашему мнению, лучшее метро где? В каком-то городе, в какой-то стране? А может, у нас в Нижнем? Наверное, я скажу так, лучшие метрополитены вообще в Российской Федерации на сегодня, или на бывшем постсоветском пространстве. Они лучшие. Они красивые, они приятные, и они в обслуживании, так сказать, принимаются пассажирам так, как надо, в большинстве своем. Самое красивое метро в мире, признанное, это московское. Это не мое личное мнение, это признано на самом деле. Самое глубокое, вы знаете, что это Петербург. Мы вообще третий в России идем, по количеству станций, по протяженности линий, но будем стараться догонять хотя бы Петербург. Спасибо за ответ. Вот мы уже начали говорить о планах, хочется догнать, хочется перегнать. В сети очень часто можно найти картинку, которая так и подписана. Перспективное развитие Нижегородского метрополитена до 2025 года. Мы ее вот в том или ином виде предлагаем посмотреть сейчас здесь, как это выглядит. Ну, существующая сеть уже есть, здесь есть ветка, идущая куда-то в сторону Щербинок, через Инкудиновку, продолжение линий в Сормово туда, в крайние микрорайоны. И даже есть участок, который ведет набор. Ну, вот такое можно найти, называется метро 2025 в Нижнем Новгороде. Соответственно, вопрос, это правильная схема или это чья-то такая злая ирония для тех, кто хочет развития метро? Нет, никакой злой иронии здесь нет, этой схеме, наверное, где-то лет, может быть, 10-15, я точно сам сейчас даже не скажу. Это действительно перспективный план такой развития. Ну, на сегодня мы понимаем, и вот об этом вы уже сегодня говорили, о том, что, наверное, не всегда наши желания совпадают с возможностями. Вот, потому что вы здесь, если посмотрите, здесь еще один метромост планируется на автозаводской стороне, и действительно переход на борт в планах, это хорошо. Для города и для близлежащих типа Бора наших спутников это тоже очень хорошо, но это очень затратно, то, о чем мы с вами уже говорили. Этот план может быть пересмотрен? Безусловно. Все корректируется? Ну, конечно. Ну, то есть какого-то большого генерального плана сейчас все-таки не существует по развитию Нижегородского метрополитена? Ну, жизнь всегда вносит свои коррективы, ведь мы же станцию «Стрелка» получили, потому что «ФИФА». Оно тоже внесло коррективы, а когда делался вот этот план о чемпионате мира, я так понимаю, никто тогда даже не догадывался, что он будет, и что будем строить не наверх, в сторону оперного театра «Ясеной» или в Сормово, а что вот, оказывается, пойдем на Мещерку. А если бы не чемпионат мира по футболу? Большой вопрос, на самом деле, потому что однозначный ответ дать нельзя. То, что есть у нас сегодня, это есть. Это есть проект в Нагорную часть, то есть Синая, оперный театр Синая, он присутствует, ему тоже уже несколько лет, то есть он подлежит, в общем, дополнительному анализу, переработке, безусловно. Но он есть, он есть. В Сормово пока проекта нет. Еще один блок информации мы подготовили для того, чтобы вместе с вами его обсудить. Метро в Нижнем Новгороде было открыто в 1985 году, и по протяженности наша подземка составляет сейчас 21,6 километра. В 2017 году пассажиропоток снизился на 10% и составил 27,5 миллионов пассажиров. Все так? Подтверждаете, Олег Анатольевич, все эти цифры? Кроме километража. Так, уточните. Мы спорили на самом деле. У нас сегодня 40 километров. В два раза больше? Да. Вот это, короче, умножаем на два. Нет, нет, здесь все правильно. 21 километр, это был без Горьковской и, значит... И без Стрелки. Без Стрелки, безусловно, потому что у нас же добавляется с вами. Горьковская дала нам порядка, значит, трех с половиной километров. Сейчас Стрелка дала более четырех километров. Я имею в виду двухпутное, понимаете, направленное не в одну сторону. В две стороны, но это же... А, ну то есть это, конечно, в одну сторону и в другую. Это тоннели и так далее. У вас, возможно, 21 километр сказано в однопутном. В однопутном режиме. В однопутном, да. Если мы умножим на ду, то 40. Тогда все правильно. Потому что мы собрали все справочные материалы для того, чтобы быть точными. Как же было метро? Вот как оно выглядело когда-то? Ведь на самом деле любой метрополитен, и так сложилось исторически в нашей стране, это такая всесоюзная стройка, и в то же время была. В 85-м году начало работу Нижегородское метро, а в 87-м году по центральному советскому телевидению прошел вот такой репортаж о работе Горьковского метрополитена. Предлагаем прямо сейчас отрывок из этого репортажа посмотреть в эфире ННТВ. Сегодня состоялось открытие нового участка Горьковского метро. Теперь тысячи автозаводцев за считанные минуты без пересадки приезжают на работу. Маршрут первой линии, а новый участок ее продолжения, так и был выбран связать основной транспортный узел Горького, площадь революции, с ведущими предприятиями города. Первая линия до автозавода идет параллельно Охскому берегу. Все восемь станций имеют тематическое оформление, сделано добротно, в лучших традициях советского метростроя. Гранит, мрамор, многие местные облицовочные материалы. Вот одна из них, Чкаловская. А начинается первая линия на станции Московская, не совсем обычным метровокзалом, построенном сразу с перспективой. Здесь четыре платформы. Пока пассажиры прибывают, отправляются с двух, что в центре зала. Остальные для будущих линий. Одна в верхнюю часть города, на противоположной берега Ти, на площадь Горького. А две других к Волге, в крупнейшие районы, Новое Мещерское озеро и старейший Сорму. Вот что-то я не припомню, открытие станции метро Стрелки показывали по федеральным каналам, нет? Может быть, кто-то промониторил ситуацию. Здесь все понятно, все показали. Программе время, нигде-нибудь целый был репортаж. Или это настолько уже обыденное дело стало, открытие новых станций? Нет, показывали, и не только, кстати, по Первому каналу, и НТВ показывало. Самое интересное, что даже вчера из Ташкента, именно вчера мне позвонили из Ташкента, видели вас и открытие, даже в Узбекистане показали. Уж какой наш там канал, или кто показывал, не знаю. Но вот был вчера такой звонок. Это правда, что станция Московская самая большая станция среди российского метро? Она по своей архитектуре, расположению платформ, необычная станция. Потому что, вы же видите, у нас весь переход находится в одном горизонте. То есть платформа и расхождение путей идет, где поезда пересаживаются. Поэтому она именно большая по площади. И вот технология пересадки у нас необычная. Это признано даже московским метрополитеном. Все равно нам есть чем гордиться. Ну, это точно. Далее, да, мы давайте еще немного цифр прямо сейчас обсудим в эфире. Это уже экономика. Именно о ней пойдет сейчас. Речь про себестоимость поездки в Нижегородском метрополитене. 2017 год. 50 рублей себестоимость поездки. В 2018 году с вводом станции метро Стрелки. Эта сумма стоит 54,5 рубля. Олег Анатольевич, все правильно, да? Ну, цифры, безусловно, всегда немножечко плавают, потому что зависит от многих правильно экономических и других составляющих. Ну, примерно так. Это при стоимости проезда сейчас 28 рублей, да? Стоимость по тарифу. По тарифу, да. 28 рублей. Это немаловажно. Это важно, да. Я тоже хотела поправить. А как раз этот момент. Все остальное получается субсидируемо? Да. Какая, какова реальная тогда стоимость, ну, на ваш взгляд, как руководителя подземки, вот те самые 54,5 рубля должна стоить поездка в метро или все-таки есть какие-то другие варианты? Ну, дело в том, что мы же сдаем все документы в региональную службу по тарифам. В прошлом году сдавали и была подтверждена себестоимость. И буквально на прошлой неделе мы опять обновляем, как положено, каждый год сдали все документы. Соответственно, вот получим заключение, безусловно, поставим вас через наш департамент по связи с общественностью, расскажем об этих цифрах отдельно, какие они будут. Но себестоимость, безусловно, растет, и это связано со многими процессами, которые происходят в стране и не только в стране. А плюсом, значит, вот введение, безусловно, здесь и новых станций, и введение дополнительно объектов службы безопасности очень серьезных, это вот все дает этот рост. Новые станции, это хорошо, и нужно придумывать им название, да? Стрелка, вот она как родилась? Легко пришли к этому названию? Ну, Стрелка мы давали название поезду. Вот это давали мы вместе, будем говорить, с нижегородцами, они голосовали. А станция Стрелка, само название станции, оно было давно спрогнозировано, и как-то вот на слуху, и я даже начал... И сомнений никаких не было, да? Затрудняюсь ответить, откуда сделалось Стрелка и Волга, как вы знаете, у нас там еще на Мещерке планируется. Но были сомнения по другим станциям? Да, еще к другим. На самом деле, какое-то время назад, ведь на площади Ленина, ну, буквально в конце прошлого века, нижегородцы могли наблюдать стройку, потому что там строили станцию метро, которая имела рабочее название Ярмарка. У нас есть фотографии того времени, как вот эта стройплощадка выглядела в свое время, предлагаем посмотреть, да? Еще трамваи были, и вот, собственно говоря, там стройплощадка, которая не удалась. Вопрос в связи с этим такой. Вот то, что было тогда сделано, станция Ярмарка, она является станцией-призраком в понимании? Нет, ее нет. Ее не существует вообще, ни в каком виде? Было начало строительства тоннеля, ну, оказались различные геологические проблемы и так далее, и потом финансовые, безусловно, проблемы в то время, они сыграли. То, что я понимаю, что любую геологическую, любую другую проблему решить можно в любую финансовую. Вот, на тот момент, в общем, произошло замораживание, станции, как таковой, нет, призрака нет, не надо ничего бояться. Все тигери могут сразу спать спокойно. Да, 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 абсолютно так. Значит, и на сегодня этот вариант, что вышли на стрелку, потому что, по сути, тоннель вот идет, если здесь смотреть, мы вот здесь вдоль Аки так и уходим туда, в сторону стадиона. Тоннель идет здесь внизу. Ответ на животрепещий вопрос получил. То есть, получается, и необходимости не было в этой станции, коль она не появилась? Ну, в тот момент были другие прогнозы, видимо, и другой расчет. И другой план. Но времена меняются. И самое главное, метро успевает тоже изменяться, идти в ногу со временем. Ведь есть разные проекты в России по строительству метро. У нас на связи прямо сейчас предприниматель из Петербурга. Его зовут Ренат Бичурин. И в свое время в нижегородских СМИ была информация о том, что он предлагает строить метро как-то по-другому. Вот Ренат с нами на связи. Ренат, день добрый, здравствуйте. Алло. Алло. Ренат, добрый день. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире телекомпании ННТВ. Хотели с вами поговорить о ваших предложениях в адрес областного правительства. Как вы видите развитие Нижегородского метро и общественного транспорта у нас в Торисце-Приволжье? Предложение было о строительстве частного надземного метро с бесплатным проездом для пассажиров. То есть где-то построить до 80 километров в Нижнем Новгороде надземных линий и в пригородах. Но к вам все-таки не прислушались. Вы с похожими предложениями к властям Петербурга, насколько мы знаем, обратились. Есть ли там какой-то ответ на такую инициативу? Нигде. Ответа положительного нет. Что говорят в таком случае? Ну, в Нижнем Новгороде и в Петербурге там говорят о том, что будут строить свое подземное метро. И в частном, и надземном не нуждаются. Вот что из себя поподробнее представляет этот проект, который вы предлагаете? Куда эти ветки идут? Сколько там этих станций должно быть? Как, в конце концов, строить это все должно быть? За чей счет банкет? За счет частных инвесторов. А основной доход надземного метро будет идти за счет доходов от аренды коммерческих помещений, которые будут в составе станций. А линии будут идти в Сормово, в сторону Кстово и Дзержинска. Ну, примерно так. Ренат, а уже есть инвесторы, которые готовы вложиться? Инвесторы все готовы вложиться, когда будет разрешение на строительство и будет одобрение от городских властей. А это примерно какая сумма вложений про Нижний Новгород, если мы будем говорить? Если 40 километров, то это где-то 12 миллиардов рублей. Понятно. Ну, то есть, соответственно, вам нужно, чтобы просто ответили региональные власти. Спасибо. Ренат Бичурин на связи из Петербурга, предприниматель, который предлагал построить ни много ни мало частное метро. Олег Анатольевич, вы как-то так скептически, как нам показали. Как вы к таким предложениям относитесь? Скептически, действительно. Если коротко, то скептически. Потому что, во-первых, надо действительно посмотреть реально этот проект. Во-вторых, есть вопросы безопасности и что значит за счет коммерции, которая будет на станциях метро. Есть постановление правительства, есть закон от 2009 года, в принципе, запрещающий коммерцию, развитую на станциях метро, связанную именно с транспортной безопасностью. То есть, в первую очередь, слово транспортное означает безопасность людей. Транспортное. Вот. Это первое. И, может быть, несколько другие вещи подразумеваются о том, что вдоль линии метрополитена и станций все вокруг будет отдаваться метрополитену для размещения или сдачи в аренду или так далее. Это вы бы и сами видели, наверное. Да, но это можно долго рассуждать, это надо смотреть, надо проект этот внимательно, если он действительно есть, почитать, посчитать и многое-многое другое. Поэтому у меня пока скептицы. Этот проект может стать конкурентом Нижегородского метро? Вряд ли. Лаконичный вопрос. Там своя история. И лаконичный ответ. Давайте прямо сейчас мы прервемся. У нас мгновенная реклама в эфире, после чего поговорим о дальнейшем развитии Нижегородского метро. И самое главное, куда сами нижегородцы просят развивать люди Нижегородской подземки. Но это после рекламы на ННТВ. Возвращаемся в прямой эфир ННТВ. Говорим сегодня о Нижегородском метро, куда же развивать нашу подземку. Один миф и несколько цифр мы уточнили в нашем эфире уже. Вы знаешь, Илья, сколько людей, столько и мнений. Если я живу в Сорумовском направлении, я буду говорить, что нужно, конечно, развивать Сорумовскую ветку метро. Если ты живешь в направлении площади Синой, ты будешь, конечно, отстаивать то направление. Нет, я буду отстаивать другое. Я считаю, что в Сорумовом метро все-таки нужнее, там народу больше. Мы попросили Нижегородскую поэтессу Анастасию Ростову. Известную, как Ия Рос. Доработать ту самую известную поэму «Постройте метро до Щербинки» и прислать нам вот то селфи, которое она для нас и приготовила. Прямо сейчас специально для программы «День за днем». Давайте посмотрим, что получилось. Кто выдумал этот ущербный проект, людей обделив половину? Я честь и нагорный, народный поэт. Постройте метро до Щербинок. Гагарин бы проб на нас, глядя с небес, на ждущие в пробках машины. Когда-то ползет до проспекта прогресс. Постройте метро до Щербинок. Хочу я попасть на московский вокзал, но снова в дороге застыну. И Путину тоже я лично сказал «Постройте метро до Щербинок». Что в нижнем метро, долгострой номер раз, любая вам скажет скотина. Я даже стерплю, что потек унитаз. Постройте метро до Щербинок. Увижу в тоннеле спасительный свет. Или мир этот грешный покинул. Пусть плачет чиновник, пусть треснет бюджет. Постройте метро до Щербинок. И совершенно свежая часть, посвященная ремонту Мызинского моста. Опять на ремонте наш Мызинский мост. Комменты в ВКонтакте, лавина. За нас говорит каждый лайк и репост. Постройте метро до Щербинок. Благодарим Анастасию за то, что она пошла на встречу и уточнила свое известное произведение. Олег Анатольевич знакомый с таким творчеством? Слышали эту паузу? Да, я слышал уже. Кроме последней части. Это премьера. Сделала это свежая часть. Развитие до Щербинок метрополитена, это вообще, наверное, не былицы и где-то только в далеких сказках, возможно. Мы сегодня затрагивали с вами слегка эту тему. При нормальном финансировании, возможно, все. Давайте посмотрим на Москву, 12 станций в год. И ничего, успевают и строят. Вы бы какое направление выбрали как руководитель Нижегородского метрополитена? Я, наверное, как руководитель как раз скажу, что я бы и Сормовская выбрал, и Синуй бы выбрал. Потому что метрополитену в данном случае, значит, развиваться вот абсолютно для метрополитена, наверное, правильно будет и туда, и, значит, сюда. Почему? Потому что и здесь, и там есть свои тонкости. Если правильно, как уже было сказано, Сормово – это много, будем говорить, населения, которое пытается доехать сюда, в верхнюю часть. Но не надо забывать, что в верхней части у нас в основном исторический центр, центр учебный, вузы и многое другое. И там тоже, в общем, очень все востребовано. И сегодня то, что ограничивается метрополитен станцией Горьковской, ну, не всегда народу удобно. Главное, что народ вывозит. Давайте мы прямо сейчас пригласим еще одного участника нашего разговора. Это директор компании «Сити-карт» Юрий Рябиков. Юрий Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Проходите, присаживайтесь на диван, рады вас видеть. Человек, который и по роду деятельности, и по убеждениям за общественный транспорт в Нижнем Новгороде болеет. И я так понимаю, что за метро тоже в первую очередь. Или метро все-таки не самое важное, что есть в Нижнем, надо что-то другое. Ну, я хотел бы поздравить, в первую очередь, поздороваться, в первую очередь. А во вторую, поздравить всех нижегородцев с успешно проведенными играми в Нижнем Новгороде. И хочу при этом сказать, что именно нижегородский метрополитен принял на себя основную нагрузку по обслуживанию болельщиков чемпионата мира. Могу сказать, что в дни проведения чемпионата более 50 тысяч человек проходило через станцию метро «Стрелка». Это действительно колоссальная нагрузка, которую ни одна станция метрополитена в Нижнем Новгороде никогда не испытывала. И с честью, надо сказать, что нижегородский метрополитен выдержал эту нагрузку. Но могу сказать, что и наш скромный вклад... Метрополитен выдержал, сити-карт выдержал. Наш скромный вклад в это тоже был. Значит, вся система контроля оплаты проезда была нами подготовлена. Успели мы все в срок вместе все это сделать. И еще раз поздравляю с этим успехом. Быть друг другом, конечно, можно поздравить сейчас в эфире с этим. Мы уже это делали. Да, мы это делали, совершенно верно. Я теперь сижу и переживаю. Думаю, пришел Юрий Геннадьевич и начал хвалить метрополитен. Не ожидали, да? Я поскромничал, да? Болельщики что выбирали? Какой вид оплаты, когда приезжали к нам? Это все-таки традиционная жетона, так проще, потому что на одну поездку. Или все-таки это пластиковая карта, потому что для Европы это более привычно? Это пластиковая карта, причем пластиковая карта была от Юрия Геннадьевича, потому что мы пропускали болельщиков, у нас с вами, вы знаете, было бесплатно. Для болельщиков они, в общем-то, видимо, за счет своего билета уже все вперед оплатили. Вот, поэтому мы пропускали по паспорту болельщика. Стояли у нас наши, как и у девочки, работницы на каждом турникете. И, соответственно, по паспорту болельщика прикладывали карты, которые нам Юрий Геннадьевич специально выдал, карту кондуктора, так называемую. И таким образом люди проходили три секунды на пассажира. Ну, болельщики приезжают и уезжают, и нижегородцы остаются, и про них тоже забывать нельзя. Мы вышли на улицы Нижнего Новгорода и спросили у прохожих. Про достоинства и недостатки нижегородского метрополитена. И вот какие ответы мы получили. Ну, очень стало удобно добираться до микрорайона Мещерского озера. До стадиона и в дни проведения чемпионата мира. Если сравнивать количество людей, которые пользуются метро в Нижнем в Москве, с точки зрения комфортности продвижения, в Нижнем намного лучше. Не толкаешься. Вот в эти дни очень много народа и мало вагонов. Да, там толпа просто, а вот вечером будет еще больше. Эскалаторы, допустим, не работают. Вот, это минус. Мы когда с коляской раньше ездили маленькие, было вообще неудобно ни подниматься, ни спускаться. У всех колес, колеса разные ширины, неудобно. Ну, лифты, лифт на этом метро, например, тоже. Не всегда долго очень ждать приходится, с ребенком особенно на коляске. Плюсов много, есть минусы, конечно, в будние дни, большой очень интервал. 12-15 минут. Вечером редко ходят поезда. Честно, других минусов не могу сказать. Вот такие они, недочеты Нижегородского муниципалитета. Совсем согласен, Олег Анатольевич. Ну, мы услышали, наверное, то, о чем уже сегодня разговаривали, о том, что все-таки мы сейчас сокращаем интервал. И то, что были закуплены поезда дополнительно под чемпионат и отремонтированы, вот они остаются у нас с вами, правильно было сказано, чемпионат приходит и уходит, а это нам все осталось. И станции, и поезда. Поэтому интервалы будут сокращены. Значит, а то, что дневные интервалы были действительно по 12 минут, это действительно так, но заполняемость соответствует интервалу. То есть заполняемость по сидячим местам в это время днем. И опять же, давайте за экономику думать. Никуда мы от этого не денемся, потому что у нас поезд при разгоне берет полтора мегаватта. Если кому-то эти цифры что-то говорят, электроэнергии только. Надо уметь считать деньги. Но болельщики вообще сделали, конечно, огромное дело. Они оживили весь город, и Нижегородский метрополитен в частности. И мы хотим показать короткий момент, как шведы ехали у нас в Нижегородском метро, но просто все на ушах стояли. Продолжение следует... КОЛОБОК! Нижегородском метро лидерами. Лидерами не только в Российской Федерации, но и в мире. С улыбкой, конечно, мы говорим этот факт, но Нижегородский метрополитен является третьим метрополитеном в мире, в котором на всех работающих проходах, на всех работающих турникетах возможно оплатить проезд бесконтактной банковской картой. И подтверждением того, что это чрезвычайно востребованная технология не только в России, но и во всем мире является тот факт, что как раз именно в дни проведения чемпионата мира использование этой технологии выросло за счет наших гостей на 74%. Вот они могут, а у нас еще все-таки по старинке люди заходят и в кассу туда, к жетончикам. Ничего, они постепенно привыкнут, мы постепенно все сами вместе перейдем к вот этому светлому, белому, безналичному миру. И, несомненно, транспорт является здесь локомотивом перехода к безналичной оплате во всех сферах нашей жизни. Вы не с пустыми руками, обычно мы... Мы тоже принесли пластиковую карту, которой можно расплачиваться. И вы тоже не с пустыми руками пришли, тоже что-то принесли. Это какой-то новый вид транспортной карты или что? Ну, в первую очередь я хотел бы показать одну из карт, которую мы использовали, передав такие карты волонтерам. Значит, все волонтеры, которые работают, как вы знаете, с 15 мая готовились к проведению чемпионата мира. Вот они использовали такие карты волонтера. Значит, мы к самому чемпионату непосредственно выпустили забрендированную особым образом просто транспортную карту. Ограниченные серии, я так понимаю, для коллекционеров в основном. Предлагаю всем не задерживаться и приобретать эти карты. Значит, и подготовили также к чемпионату мира. Вот в ближайшее время появятся так называемые разовые карточки на 4 поездки и на 10. Это как в Москве, что ли? Да, непосредственно. Карты, действующие только в метрополитене. В ближайшее время они, вот забрендированные тоже символикой чемпионата мира, они появятся в кассах метрополитена. Даже Олег Анатольевич удивляется. Вы первый раз видите вот это, то, что у Юрия Геннадьевича в руках? Ну, Юрий Геннадьевич, он любит что-нибудь свежее. Удивляет. Показывает и удивляет, да. И, как сказал уже Олег Анатольевич, мы сейчас технически готовимся и тестируем возможность использования QR-кодов, которые печатают контрольно-кассовые машины для замены вот этим способом оплаты разовых жетонов метрополитена. Это уже следующий этап. А когда будут браслеты? Вы еще полгода назад говорили, что вот-вот и они появятся. Они уже появились. Но только у вас мы появились. Они появились, они в ближайшее время тоже поступят, прежде всего, в кассы метрополитена. Это наш самый любимый и дорогой партнер, особый, он технологически самый сложный, но и самый благодарный. Они-то у вас, да. Олег Анатольевич, а вам приятно с таким партнером работать? Потому что вот бывает, проходишь, а с тебя те самые 26 рублей с карты не списали. До вас все деньги доходят? Наоборот, наверное, бывает, как раз с тебя списали, а турникет не открылся. Вот больше жалоб на это, да. И, естественно, пассажир, он наш пассажир, значит, метрополитеновский, он все претензии высказывает нам, но мы честно их переправляем Юрген Айчу. Хочу сказать, что надо отдать должное, они реагируют очень быстро, потому что на самом деле все оборудование, кроме стрелки, это пока у нас принадлежит, значит, фирме Новокарт, Ситикарт, да. Вот, поэтому оборудование и все прохождение контролирует Юрий Геннадьевич со своей командой. Вот, поэтому будем говорить еще раз, что реакция, в общем, вполне нормальная, достойная. Вот, и, наверное, обиженных сильно пассажиров нет, что если у него деньги сняли, но он не прошел, то есть ему, в общем-то, это возвращается. Либо наши дежурные, в общем-то, видят, действительно, у человека случилось, проверяем, пропускаем. Очень приятно видеть такой дружный тандем, когда два разных коллектива работают как одно единое целое. Над одной целью. Но мы предлагаем вам сейчас объединиться в команду и поучаствовать в нашей видеовикторине. Мы приготовили несколько фотографий станции Нижегородского метрополитена. Но мы сделали все, чтобы эти фотографии стали максимально неузнаваемыми. Ваша задача сейчас, увидев изображение на нашем видеоэкране, попытаться отгадать, что это станция. Все, наверное, ложится в большей степени на Олега Анатольевича, а Юрий Геннадьевич будет лишь подсказывать, чем сможет. Первый фрагмент. На станциях чаще. Внимание, что это за станция метро, как вы думаете? Это Нижегородское. Я предлагаю на стены обратить внимание. Да, в тумане. Стены наши. Признаете, хорошо. Стены наши. Инвентарный номер с оттолком. Станция. Как же называется эта станция? Какие есть варианты? Юрий Геннадьевич. Не отвечу. А? Не отвечу. Так, Юрий Геннадьевич, вперед пас. Олег Анатольевич, спасайте ситуацию. Ближе к Буревестнику, мне кажется. Буревестник, думаете? Это ваше кончательное ответство? Ну, я говорю, мне кажется, по мрамору. Ну, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Это действительно станция метро Бурнаковская, не Буревестник. Рядышком они, да. Они в одном стиле. Не хотел в Бурнаковской сказать, нет, наверное, думаю, в Буревестник все-таки. Надо прокатиться обязательно по этой ветке, чтобы освежить знания станции. Следующее. По колоннам придется узнавать. Это очень сложно. Мы прекрасно понимаем. Но если... Если честно, мы думали, что оставят чуть больше информации об этой станции. Но не ищем легких путей. Давайте вот так. Вот колонны, которые уходят такие квадратные вверх, расширяясь. Из двух слов название. Из двух слов название. Я понимаю, что вы хотите сказать двигатель революции, но... Но это не стоит. Но я внимательно присматриваюсь, потому что не помню этот зеленоватый оттенок. Покажите нам, пожалуйста, в полном объеме эту станцию, для того, чтобы мы могли ее признать. Да. Но фотографии под землей вообще делать очень сложно, как вы понимаете. С освещением всегда проблемы. Еще одна станция многими любимая. И сегодня в эфире мы ее уже вспоминали. Какие есть варианты? Юрий Геннадьевич, ну хоть одну угадай. Потолок. Настоящий любитель метро узнает эту станцию по потолку. Станция комсомольская. Так, вариант один. Будьте добры, правильный ответ. И это действительно, Юрий Геннадьевич. Вот я бы в институте помогал тебе. Хорошо, давайте следующее. Еще одна станция. Очень простая мы считаем. Ну, мы так считаем. Комсомольскую по лампочкам просто знаю. Так, какие есть варианты? Это Горьковская, 100%. Пока свещается. Это Горьковская, да. Горьковская. Горьковская? Вы оба считаете, что это Горьковская? Вы серьезно? А представляете, если не Горьковская, как будет грустно? Ну, давайте посмотрим правильный ответ на самом деле. Мы думали, что это будет легче, чем... Заречная. Это Заречная. Нет, вы стенку показали, Ваня. Единственные синие, там было по стенкам немного заметно. Вот здесь, видите, стенки зеленые, на самом деле они синие, голубые. И еще одна станция в завершение нашего конкурса. Что это за станция? Интересно, как ответят просто наши сегодня... Название тоже из двух слов. Олег Анатольевич нахмурился. Юрий Геннадьевич, спасайте ситуацию. Парк культуры. Парк культуры, думаете? Открываем. Давайте правильный ответ. Это вообще не в Нижнем Новгороде. Я честно поглядел на сцену и думаю, ну нет у нас таких... Где у нас такая красота? Станция неучтенка завалялась где-то на маршрутной сети-то оказывается. Это город Казань и это Суконная Слобода. Красиво, кстати, сделано. Есть какой-то такой восточный колорит в этой станции. Казань. Юрий Геннадьевич, а как вот в казанском метро работает пропускная система? Ну, я бы сказал так, что должны цифры отвечать за себя. И я могу сказать, что на сегодняшний день Нижегородский метрополитен по показателям использования транспортной карты и по показателям использования бесконтактных платежных банковских карт имеет самые высокие цифры в стране. Мы сегодня пропускаем через свои турникеты с этими способами, во всяком случае с бесконтактными банковскими картами, с различного вида мобильными носителями, людей больше, чем даже Санкт-Петербург и Москва. Поэтому казанский метрополитен, который мы несомненно любим, но у него несколько ниже показатели. Вы с ними тоже сотрудничаете? Естественно, это наши партнеры. Мы готовы плавно двигаться к тому, чтобы подводить итоги нашего голосования. Мы же сегодня пытаемся вместе с вами, дорогие наши телезрители, понять, куда нужно строить метро и вот какие результаты получаем к этой информации. Сейчас вариант аутсайдер, который получает лишь 7% голосов, это надо развивать другие виды общественного транспорта. К счастью, 7% лишь туда уходит, я этому рада. Но зато это люди сознательно выбирали вариант, понимаешь? Они точно знают, почему не надо метро. Далее, второй по популярности вариант сегодня. Проигрывает у нас заречная часть только 35,5% наших телезрителей выбирают вариант. Развивать метро нужно в Сормово, именно до Варии и до центра этого нашего района. И вариант лидер, 57% голосов, это верхняя часть города, оперный театр и Синай, как было заявлено ранее. Юрий Геннадьевич, с экономической точки зрения, вот как вы считаете, куда правильнее было бы развивать? Или вам все равно и свою экономическую выгоду вы найдете? Нет, я считаю, что, во-первых, нам не все равно. Я считаю, что за экономической составляющей транспорта обязательно надо смотреть. И я как раз противник того, чтобы методом голосования выбирать пути развития общественного транспорта. Я считаю, что пути развития должны определять специалисты. И такие специалисты есть, и в Нижнем Новгороде есть, это наш технический университет. Вы наверняка уже знаете мнение специалистов. Нет, я его не знаю, и я не собираюсь его предвосхищать. Нам необходимо собирать данные о пассажирпотоке, чем мы занимаемся, и передавать специалистам для расчетов. И они уже, строя различные варианты развития, совместного развития общественного транспорта, метрополитена, наземного, прежде всего, электротранспорта. Они могут сказать, каким образом лучше и с экономической точки зрения, и с точки зрения вообще развития мегаполиса удовлетворить запросы в транспортное обслуживание населения. Надеюсь, что региональные власти найдут золотую середину между мнением экспертов и тем, что хотят сами нижегородцы. Пишут Сормову, конечно, оперный театр. Зачем комментарии от Дмитрия у нас? Спасибо экспертам, которые украсили наш сегодняшний эфир. И я думаю, что диалог с властями по поводу развития метро мы еще продолжим не раз в нашем эфире. А пока время новостей. Время новостей. Петр Бушуев. Вряд ли он успел добежать до станции метро Горьковская, но до нашей студии успел. Петь, пожалуйста. Здравствуйте. Петр, мы уже все знаем про тебя. Живешь ты на автозаводе, работаешь ты здесь, неподалеку от станции метро Горьковская. То есть тебе нет какой-то выгоды выбирать какое-то направление. Но все-таки за какой вариант проголосовал бы ты? Я бы, наверное, все-таки подумал о Сормово. Вот подумай о Сормово, но только после выпуска новостей. А мы продолжаем, дорогие друзья. И сейчас время новостей на новом Нижегородском телевидении. Нижегородского телевидения В студии наш корреспондент Тимур Хакимов. Да, я приветствую студию ННТВ. Сейчас нахожусь в нижней части города, на подъезде к Мызинскому мосту, со стороны улицы Новикова прибой Героя Попова. Как вы видите, за моей спиной сейчас там собрались много километровые пробки. Движение транспорта ограничено до 5 километров в час, как общественного, так и личного. Были слухи о том, что одну полосу оставят для общественного транспорта, но они не подтвердились. Как мы видим сейчас, весь транспорт, в том числе и большегруз, которым запрещено ездить по Мызинскому мосту сейчас, он направляется и в верхнюю, и в нижнюю части города. Этим недовольны как водители, так и пешеходы, и те, кто на общественном транспорте хотят передвигаться по городу. Все видно. Очень плохо. Всегда не вовремя. Неудобно. Народ опаздывает. И вот мы сейчас в поликлинике идем, и врачи опаздывали. Многокилометровые пробки собраны на этом участке дороги. По данным некоторых кварталов, она оценивается в 4 балла. Напомним, что ремонт Мызинского моста начался именно с сегодняшнего дня, и продлится он до 3 ноября включительно. Как мы знаем, что 4 полосы из 6 закрыты на плановый ремонт. Две, одна в верхнюю часть, одна в нижнюю часть остались для общественного и личного транспорта. Как будет развиваться событие, мы расскажем в наших следующих выпусках в 17.30 и в 19.30. Коллеги передадут вам слово обратно в студию. Спасибо, Тимур. Мы будем следить за ситуацией на мосту, а сейчас и к другим новостям. Тысячи болельщиков 7 июля собрались в фан-зоне в Нижнем Новгороде. Все желающие нашей сборной победы, все надеялись на это. Давайте посмотрим, как же это было. Продолжение следует... Молодцы! 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 Редактор субтитров А.Семкин